Субтитры создавал DimaTorzok Это было принято, когда мы говорили, когда про историю говорили раньше. Но пока мы с вами до этого дойдем, мы с вами совершим такой довольно рискованный скачок в сторону, который, конечно, к истории отношения имеет очень упосредованное, но все равно полезен по целому ряду причин. Соответственно, мы с вами уже говорили довольно много про археологические источники, будем еще довольно много говорить про источники письменные. Существует еще одна такая, несколько переоцененная, но в то же время в свое время крайне вызывающая большой оптимизм группа информации, которая, как многие надеялись, может быть использована для реконструкции событий, происходивших до появления письменности, до появления письменной истории. Я говорю о мифологической информации. Как вы знаете, практически все, ну, по крайней мере, в общем, все известные нам народы, видимо, прошли через мифологическую стадию своего сознания. Это такой способ объяснения окружающего мира, который предшествует научной и даже религиозной парадигме и представляет собой мир как, во-первых, создание персонифицированных культурных героев, божеств, демиургов и так далее, а во-вторых, мир как поле битвы между силами человечества, которое представляет собой порядок и, значит, какую-то нормальную жизнь, и силами хаоса, которые обычно представлены всяческими хтоническими чудовищами, с которыми, собственно, герои человеческие борются для того, чтобы расчистить пространство, для того, чтобы там можно было жить. Мы, естественно, пожалуй, лучше всего представляем себе мифологию на примере мифологии древнегреческой и скандинавской, но надо сказать, что вообще, хотя мифология – это крайне важная часть человеческого мышления, крайне важная стадия развития общества, тем не менее, проблемы с ее сохранением мы фиксируем гораздо чаще, чем отсутствие таких проблем. Хорошо, когда у нас в какой-то момент развития попадается какой-нибудь гесеот с Норрис Турлсом, который, соответственно, фиксирует мифологические представления, даже если он их при этом деформирует или как-то немножко переворачивает в то, как ему нужно, это все равно хорошо. Китайская ситуация представляет собой очень интересный вариант сохранения мифологических сюжетов, который связан с тем, что, во-первых, мифологическая картина китайская довольно сложна, поскольку она, видимо, формировалась на протяжении довольно долгого времени из мифов разных народов, которые сливались в единый древнекитайский этнос, и все это было приведено в некую общую картину примерно тогда, когда мифы эти уже, наверное, даже уже отмерли, да, не то, что даже отмирали, а просто уже прекратили, так сказать, существование и бытование как живые сюжеты. Приблизительно во времена существования империи Хань с 3 века, ну, 2 века до н.э. до 2 века н.э., мы с вами будем говорить про это, то есть в конце уже эпохи древности, вот тогда все это было переварено и представлено в неком аналитическом ключе. При этом, естественно, очень многие местные традиции были инкорпорированы во что-то единое, при этом деформировавшись часто до неузнаваемости. Мы с вами сегодня на некоторых примерах об этом поговорим. Второй момент, связанный с китайской мифологией, особенно с теми сюжетами, про которые мы будем говорить сегодня, это деформация при историзации мифов. Что это значит? Это значит, что на протяжении поздней древности практически мифические, мифологические сюжеты были известны, видимо, всем представителям культуры, про них считалось не очень нужным говорить, потому что, во-первых, это и так все знают, во-вторых, это считалось такой очень простонародной сферой знания. Мы с вами говорили, что в Китае очень рано фиксируется среди элиты такое несколько презрительное отношение к простонародной культуре. Они не для того тратили столько сил, чтобы, значит, выбиться в элиту, чтобы, значит, потом заниматься всеми этими бабкиными сказками, которые и так все знают. Поэтому практически все древние тексты, они про мифологические сюжеты, мифологических персонажей, в лучшем случае, упоминают. То есть никакого развитого нарратива мы там чаще всего не увидим. Это меняется, опять же, только во времена империи Хань, когда мифы эти начинают уходить, и, соответственно, для того, чтобы читатель понял, что хочет сказать автор, приходится уже не только упоминать какого-то персонажа, а давать уже, так сказать, развернутый рассказ, потому что люди это знать уже перестают. При этом так получилось, что в основном мифологические сюжеты использовались в текстах исторических, околоисторических. Мы с вами говорили вначале, что практически тексты исторические и пароисторические – это основная масса китайского, древнекитайского письменного наследия. В этих текстах мифы использовались тогда, когда их пытались представить как часть исторического материала. То есть здесь древнекитайские историки, они были даже раньше историков нового времени, которые надеялись исторический материал найти в мифах, они их тоже пытались там найти, и, соответственно, выбирали из этих сюжетов только то, что больше всего выглядело как сюжеты исторические, максимально вымаривая из них всякое сказочное, собственно, мифологическое, потому что это казалось как раз такой простонародной традицией, от которой надо было максимально уйти. Поэтому очень многие мифологические сюжеты в Китае сохранились, но в крайне деформированном виде, из них выкинуто самое основное, вот их мифологическое содержание, оставлена часто довольно фиктивная вот эта историческая скорлупа, с которой, тем не менее, в сом приходится работать, потому что ничего другого у нас нет. И вот такова специфика сохранения мифологии в Китае. Естественно, несмотря на то, что многие современные китайские ученые по-прежнему считают, что это в этих сюжетах стоит видеть отражение реальных исторических событий, мы с вами скажем так, иногда похоже на то, что здесь действительно преломились какие-то исторические события до письменных времен, но очень может быть, что это и не так, очень может быть, что это просто более поздние сюжетные штуки, потому что мифология вообще работает так, что она создает сюжет для того, чтобы объяснить то, что видят вокруг. Это не обязательно, эта мифология не преследует задачу описания действительности, она преследует задачу ее объяснений, поэтому совсем не обязательно здесь все эти сюжеты видеть в какой-то степени. Но при этом здесь есть два главных момента, которые надо иметь в виду. Первое – это то, что даже не описывая историю до письменного периода, это тем не менее во многом позволяет к нам со всеми оговорками предыдущими залезть в голову древнего китайца, может быть, даже до письменного периода, узнать, как он смотрел на окружающий мир. Это неточное знание, но тем не менее все равно очень ценное. И второй момент – это то, что китайская мифология, особенно вот ее такой исторический пласт, очень популярна в современном Китае, это используется, собственно говоря, и в современной картине истории, поэтому всех вот этих людей со сложными именами, а некоторых особенно, каждый современный китайец отлично себя представляет, их очень часто совершенно нещадно путают с реально существовавшими личностями, это, так сказать, такая мешанина из сказочных персонажей и настоящих, и поэтому к этому тоже нужно быть готовым, каждому человеку, который Китаем интересуется, чтобы эти аллюзии, соответственно, считывать. В Китае, как я уже сказал, мифология довольно противоречивая, и даже, скажем, сюжеты, связанные с сотворением мира, они есть совершенно разные. Есть миф про, значит, Хуньдуня, который был хаосом и был таким бесформенным яйцеобразным персонажем, которому его друзья, пожалев, что он никак не может воспринимать мир, просверлили, значит, сколько там положено, 5, 7, 9 отверстий и так далее, он от этого умер, и от смерти его появился мир, значит, современный. Но это так очень любят, философы любят этот сюжет. Есть и сюжет такой, более похожий на знакомые нам, скажем, скандинавские рассказы про великана Паньгу, который, соответственно, тоже в какой-то момент скончался, и из волос его там появились, значит, леса, из чего там положены горы. Это вот как великан Мимир, да, в скандинавской мифологии. А из то ли накожных, то ли даже, так сказать, внутрижекишечных паразитов появились, собственно говоря, люди. Неприятно, но зато зримо. Но мы про это с вами особенно говорить не будем, потому что это очень далеко нас заведет. Если интересно, я отсылаю вас к очень хорошей книге переводной Юань Кхэ «Мифы древнего Китая». Она у нас была в списке литературы. Там все эти сюжеты очень хорошо, иногда даже слишком понятно описаны. Просто имейте в виду. Мы с вами будем говорить про совершенно особый цикл мифологических рассказов, которые связаны с так называемыми мифическими правителями, легендарными правителями. Они представлены у нас с вами здесь в таком довольно упорядоченном ключе «Один после второго». Не надо в это верить. Это система, сложившаяся благодаря недюжинным усилиям древнекитайских историков где-то к раннему средневековью, но более поздняя часть сражилась чуть раньше, более ранняя чуть позже. И здесь им пришлось приложить очень много профессиональных усилий, чтобы вот эти абсолютно сказочные сюжеты представить как сюжеты исторические, снабдить их хронологией. Здесь хронология, несмотря на всю свою точность, не должна вас ни в чем обманывать. Это примерно так же, как специалисты по Библии, значит, тоже абсолютно научно со своей точки зрения высчитывали дату сотворения мира, складывая жизни библейских патриархов, да, чтобы в итоге найти, когда же у нас был сотворен Адам, и тоже со своей точки зрения все делали, по крайней мере, арифметически очень верно. Вот это ровно то же самое. И несмотря на то, что как раз именно к, примерно к правлению Фуси у нас, значит, восходят вот эти пять тысяч лет китайской истории, про которую говорят везде на китайском телевидении и в газетах, тем не менее, это мнимая точность, которая ни на чем вообще не основана. Сейчас вы поймете, сейчас вы поймете почему. Более того, даже последовательность этих правителей, она в разных источниках по-разному подается, у них там очень много расхождений, потому что вот во время сформирования этой единой системы, конечно, нужно было преодолевать сопротивление материала, поскольку мало того, что мифологические сюжеты абсолютно не ставили своей задачей в описании последовательности правлений, более того, как мы с вами увидим, это, скорее всего, такой сплав очень разных мифологических традиций, соответственно, тут еще больше нужно было, знаете, коленкой надавить, чтобы все это привести к какому-то более-менее порядочному, более-менее порядочному виду, совершенно эффективному. Соответственно, к раннему средневековью вот этих мифологических правителей стали делить на две группы. Первая группа именуется Сан-Хуанг, то есть три августейших, а вторая группа именуется У-Ди, то есть пять, иногда переводят как пять императоров, но на самом деле надо иметь в виду, что Ди как титул, он действительно сейчас означает император, но впервые он стал применяться к человеку, насколько мы знаем, где-то в третьем веке до нашей эры, а до того это было сугубо закоплено за божествами, и вот, например, будем говорить про государство Шан, там верховное божество, он назывался Шан-Ди, верховный владыка, да, то есть это, конечно, не императоры, а какие-то божественные императоры, вот наши коллеги западные иногда используют термин Теарх, да, вот такой божественный правитель, и он мне, в принципе, нравится, хотя у нас он, конечно, не очень принят. Соответственно, начнем мы с вами сначала, и будем сегодня с вами рассказывать сказки. Соответственно, первые два персонажа, которые, с которых начинаются, они либо вместе, либо по очереди включаются в число Сань Хуан, трех августейших, это Фу Си и его то ли жена, то ли сестра Ньюа, и здесь вот у нас на картинках как раз видно, как по-разному их можно описывать. Вот справа это Фу Си такой историзирован, то есть видите, он практически тоже такой конфуцианский правитель, единственное, что он в шкурах, да, а так вполне респектабельно выглядит, понятно, что он древний, но вполне человекообразный. Если мы с вами посмотрим на картинку слева, довольно позднее, это век VI, наверное, причем из восточного Туркестана, с явными иранскими, может быть, даже византийскими влияниями, то здесь как раз они изображены с Ньюа, видите, с угольником и чем-то там, все время забываю, какой у них там второй, значит, уровень. То есть вот такие инструменты строителей или циркуль. Вот, значит, видно, что они, конечно, антропоморфно частичны, потому что они полулюди, но в основном они полузмеи. Есть вот даже у нас такой один из самых ранних изображений, сейчас вернемся сюда. Вот здесь вот слева это ханьский барельеф, то есть где-то в начало нашей эры. Здесь тоже вот те же самые у них атрибуты, тоже видно, что у них змеиные хвосты. Соответственно, тут вообще мы увидим с вами, что чем дальше мы будем продвигаться вперед, тем меньше у наших персонажей будет сказочного, поэтому у первых их максимально много. Соответственно, конечно, они абсолютно точно никакие не исторические персонажи, а самые настоящие божества Демиурги, потому что в наиболее сохранном данных вариантах мифа указано, что им пришлось ни много ни мало воссоздавать или, может быть, даже вообще заново создавать мир после того, как некое вот такое хтоническое существо Гунгун, расшалившись, повредило опоры небосвода. Соответственно, небосвод треснул и, значит, жить стало нельзя. И вот Фуси и Нюйва сначала залатали небосвод, они расплавили самоцвет и залили там, значит, эту трещину, потом отрубили ноги у черепахи, которой, значит, единственное, здесь не повезло, и эти ноги подставили под небосвод, чтобы он не падал. После чего им нужно было создать все живое, и начали они с людей. В китайской версии люди появились первые. Сначала они лепили их, и тут Нюйва в основном этим занималась, они лепили их из леса, из вот этой желтой глины Хуанхэ, но потом поняли, что это будет очень долго, поэтому стали просто опускать веревку в эту жидкую грязь, и потом, взмахивая ей, значит, каждая капля превращалась в человека. Потом, в принципе, есть в более поздних текстах, раз это такое осмысление того, что те, кого лепили руками, значит, о них получилось знать, а те, кого таким вот уже конвейерным способом это простонародие, но надо отдать должное китайцам, большого развития этой идеи не получил, хотя она, конечно, вполне богата для такой социальной иерархизации. Соответственно, после того, как были созданы люди, были также созданы животные, и Фусси и Нюйва занимались тем, что, значит, объясняли им, как жить дальше. Нюйва научила их, значит, жениться, выходить замуж, и вообще, так сказать, вот эти все взаимоотношения мужчины и женщины относятся к ее зоне, к ее зоне ответственности, она богиня семьи и брака, а Фусси учил их, как жить. Он, в частности, научил их использовать огонь. Одно из его имен, Пхаусси, трактуется как мясо вареное на огне, соответственно, также он научил их охоте и рыболовству, а также считается одним из вероятных создателей письменности. Есть рассказ про то, как он, значит, наблюдал за следами птиц и животных на том же самом иле, и вот на базе этого придумал письменность. Но это мы с вами еще увидим претендентов, соответственно, других. Также, и это очень важно, он считается создателем 8-3 грамм книги «Перемен». Это очень важный пласт китайской культуры, про который мы поговорим немножко поподробнее. Дело в том, что одним из самых загадочных текстов китайской традиции является «Идзин» или «Канон перемен», книга «Перемен», которая считается, значит, что, в частности, приложил руку Конфуций, но самый древний пласт, еще дописьменный, связан с такими сугубо графическими элементами, которые самым основой являются вот эти 8 триграмм. Все триграммы представляют собой, как видите, сочетание черт, двух видов черт, сплошной и прерывистой. Если их сложить во всех возможных вариантах, их получится 8 штук. Это полный набор комбинаторики. Вот сама по себе современная книга «Перемен», она состоит из 64 гексограмм. То есть, если мы с вами сделаем вот такие вот фигуры не из трех черт, а из шести, то их получится 64 гексограмма. И, соответственно, книга «Перемен» представляет собой в своей основе вот эти вот наборы этих графических элементов, в которых видели, что только не видели. Там некоторые первые иезуиты, которые Китай изучали, считали, что это вообще словарь между, значит, древнекитайским и вавилонской клинописью, например. В общем, попытка найти в этом начало письма предпринимались довольно часто. Но единственное здесь основание – это то, что вот видите, у нас правая гексограмма, которая читается как кхуньес, я не ошибаюсь, она, в принципе, ассоциируется с элементом «вода», а вот внизу у нас с вами разные варианты написания элемента «вода». Видите, самые древние из них, шанские, джоусские и так далее, они, в общем, похожи. Это практически единственное основание. Видимо, это все-таки не совсем так. То есть, начало письменности здесь искать не надо. Это именно такая вот абстрактная система, возможно, действительно, дописьменная, которая использовалась для гадания. И, собственно, и сейчас гадание по книге «Перемен», оно абсолютно, значит, живо и на материке, и тем более там на Тайване и в Гонконге. Но в целом книга «Перемен», поскольку это полный набор вот таких вот символов, которые появляются путем перебора более простых, это, наверное, в китаеведе не самый главный виновник психических расстройств среди специалистов. И очень многие люди, которые в ней серьезно увлекались, они кончили плохо. Когда я, значит, начинал заниматься китаеведением в конце 90-х, начале 2000-х, как раз изучение книги «Перемен» было очень модным, и всякие специальные китаеведческие конференции почти полностью состояли именно из докладов. Об этом приходили какие-то абсолютно с горящими глазами вчерашние инженеры, которые видели в этом, там, кто спираль ДНК, кто акустические колебания, кто квадратные уравнения, кто чем занимался, тот там и видел. В общем, это опасный текст, но, тем не менее, для китайской культуры он крайне важен, и не случайно сейчас, скажем, не только китайской, на флаге Южной Кореи тоже эти, значит, 8-3 грамм тоже можно увидеть, и поэтому их приписывание, их фуси, это показывает, что действительно он воспринимался как создатель просто-таки всего и вся альфа и омеги. Надо сказать, что и фуси, и нюйва также отмечены в немножко другом виде в мифологии хмонгов, это одно из некитайских народностей Южного Китая, и это трудно трактовать, потому что, конечно, это было бы интересно сказать, что, наверное, оно заимствовано китайцами, скажем, у соседей, но тут проблема в том, что фиксация этого у хмонгов это прямо наши дни, да, такой, может быть, там, 100 лет назад, и поэтому с тем же успехом это хмонги могли заимствовать и как-то переработать, но, так или иначе, это показывает, что сюжет этот живучий, он представлен не только у китайцев, но и у многих народов соседей, поэтому, поскольку это такая очень базовая штука, я не исключаю, что это вообще можно считать одним из ключевых сюжетов вообще восточно-азиатской мифологии. У Фуси, как у всех таких персонажей в Китае, есть мавзолей, который во время культурной революции был уничтожен, но сейчас существует опять, и очень почитаем, туда приходят паломники, которые, в общем, не очень могут, видимо, решить, это такая реконструкция или это правда ритуалы, да, таких сейчас в Китае довольно много мероприятий, когда ежегодно в пекинском храме неба осуществляются огромные церемонии, моления об урожае, где предстаёт перед алтарём актёр, одетый императором, то я думаю, что почти все участники, они тоже никак не могут понять, это вот они участвуют в исторической реконструкции или в настоящем молении об урожае, которое необходимо, значит, для того, чтобы дальше шёл дождь. Это довольно любопытно и про современный Китай на самом деле тоже. Мавзолей Нью-Ва тоже недавно, значит, был построен, он существовал где-то до 17 века, потом был утрачен и в 90-х годах было принято решение его возобновить вновь, была создана какая-то комиссия вместе там с участием местного школьного учителя, значит, по истории, и место, естественно, было найдено, и сейчас там есть довольно странный комплекс, в котором часто стоит вот такая статуя, которая, значит, помесь какой-то там малоприличной аниме и, значит, «Родина-мать зовёт», и вот это вот тоже, на мой взгляд, визуально очень немало говорит о современном Китае, но в целом, ну, почему нет, тем более мы живём после постмодернизма, и нам уже, нас трудно удивить. Третьим из трёх августейших обычно почитается Шейнун, который имеет такое, значит, вполне говорящее имя, поскольку это означает «божественный землепашец», и он действительно обычно изображается вот с такой двузубой лопатой, которая во времена до Металла и даже и потом была как раз одной из характерных орудий китайского земледельца, поскольку те, кто не могли себе позволить корову, на которой можно пахать, они вскапывали свой надел вот такой вот деревянной лопатой. Соответственно, главная его функция – это то, что он научил людей сажать злаки и их убирать, и здесь интересно, что китайцы вполне правильно видели вот эту последовательность сначала охоты и рыболовства, а потом земледелия. Также в некоторых версиях он считается божеством огня, и от этого его второе обозначение – Янди, но тут не надо пугаться дублированию функций. Для мифологии, особенно китайской, это абсолютно нормальное дело. В более ранних версиях мифа указывается, что он был таким минатавроидом, то есть что он был человеком с головой быка, и здесь видим вот эту связь коровы, значит, с земледелием, она отражена, но потом это максимально старались вымарать, и поэтому он либо изображается в такой шапке с ушками, которые как раз представляют вот эти деформированные рога, либо с такими шишками на голове, которые тоже вот, то есть понятно, как кто-нибудь говорил, а вот я же слышал, что шиненом было рогатым. Я говорю, ну что ты наслушался, значит, опять каких-то нянек своих? Это просто так сказано, а на самом деле это значит, что у него были шишки на голове, подобные рогам, или там шапка, подобная рогам, потому что ты же взрослый образованный человек, ты понимаешь, что не может быть человек с головой быка. Это вот так мифы, значит, превращались в скучные, назидательные рассказы, это вот мы тут видим довольно хорошо. Соответственно, помимо земледелия, он также считается создателем торговли и одним из основателей медицины, поскольку он обладал нефритовым чревом и не только не умирал от всяких ядовитых растений, но и мог, съев, значит, растение, понять, какое у него действие. И, значит, он все это ходил, ел и записывал, ходил, ел и записывал. И с ним очень часто даже в научно-популярной литературе китайской современной можно встретить, скажем, рассказы, что от него берет начало прям выращивание чая, например, в Китае, хотя мы с вами узнаем, что до чая тут было еще далеко, потому что у нас первый чай на севере Китая – это второй век до нашей эры, и то это явно экзотичный продукт с юга. А пока на севере Китая стали пить чай массово, это уже вполне средневековье, наша эра, и от Шиннуна прошло огромное количество времени, даже если бы он был. Считается, что… И Мавзолей его, поэтому, расположен далеко на юге в Хубе, если я не ошибаюсь. Считается, что в итоге он на юге набрел, наконец, на травку, которую даже его нефритовое чрево не смогло переварить, и там, значит, скончался. Надо сказать, что есть еще один довольно редко упоминаемый персонаж, которого также иногда некоторые тексты, включая в число трех августейших – это Суи Жэн, который буквально его имя означает «человек, обладающий орудием для добывания огня». И он такой вот китайский Прометей. И вот эта вот картинка, она, на мой взгляд, просто-таки вдохновлена советскими мультфильмами про Прометея, которые вы, наверное, видели, потому что она, по-моему, абсолютно идеально совпадает с точки зрения изобразительных средств. Это абсолютно не китайская эстетика, а вот такая вот архаизированная, значит, советская анимация. Он довольно забыл. Про него есть интересный большой нарратив, что вот, значит, до него люди жили в гнездах на деревьях, а потом он пришел и научил их добывать огонь. При этом тут все странно. Тут, конечно, очень хотелось бы сказать, наверное, у них была память о том, как они когда-то были, вот не обладали никакими удобствами, а потом вот они всему научились. Но это, скорее всего, конечно, никакая не память, а просто такая обратная экстраполяция. То есть они понимали, как человек должен жить, и максимально придумывая, как он жить не должен, случайно получили довольно, значит, похожую картину древности, когда, значит, вот люди питались всем сырым и жили на деревьях. Понятно, что они не могли помнить, как жили предки Хомо Хаббелеса в Восточной Африке. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Довольно большой загадкой является, собственно говоря, что это за орудие для добывания огня, потому что в китайской археологии, в принципе, отмечено существование так называемого лукодрили, да, это, так сказать, когда в лук продевается сухая палочка, которая, вот так вот потом сверлится что-нибудь тоже сухое, и от этого от трения получается огонь. Но это, кажется, была довольно редкая штука, поэтому вообще само появление такого персонажа в мифологии такая приятная загадка, на которую разрешить, в общем, однозначно довольно трудно. После этого, будь то Шэйнун или будь то Суэжэн, у нас заканчивается список трех августейших, и начинается список из пяти теархов, первым из которых обычно значится желтый император Хуан Ди, который, кстати, иногда может относиться и к предыдущей группе, но так или иначе, вот он примерно в это время появляется, он важен тем, что с него начинает изложение своей истории Китая, великий летописец Сыма Тянь, про который мы с вами будем много говорить, и, собственно, именно он вводит его в число исторических персонажей, соответственно, он максимально старается его именно как исторического персонажа и описывать, и у него действительно все сказано довольно с некоторыми элементами чудесности, но ничего такого особенного. Говорится, что он родился от удара молнии, был человеком исполинского роста с лицом дракона, что бы это ни значило, и жил он как раз во времена, когда то ли Шейн-Нун, то ли потомки Шейн-Нуна, здесь Сыма Тянь пытается так немножко все это рационализировать и говорит, что, конечно, вот эти, когда их даты правления там охватывают больше, чем по сто лет, наверное, это под одним человеком надо понимать несколько, значит, его потомков, в том числе как династия, да? Вот, значит, то ли Шейн-Нун, то ли династия Шейн-Нуна плохо справлялась со своими обязанностями, подняли головы мятежные вассальные князья, особенно один из них, значит, такой южный правитель Чи Ю, который грозил уничтожить вообще все государство, и вот тогда Хуан-Ди собрал армию медведей и леопардов, и здесь, значит, сразу появляется уже комментатор Сыма Тянь, который говорит, наверное, надо понимать, которые были храбрыми, как медведи и леопарды, хотя, как вы понимаете, в мифологии они легко могли быть и медведями и леопардами, это никому ничего не мешает, и, значит, где-то говорится, что он эту армию вооружил каменными нефритовыми топорами и сначала, значит, уничтожил этого Чи Ю, а потом сверг Шейн-Нуна и сам воссел на престол, чтобы править как следует. При этом на самом деле существуют версии, где Чи Ю описывается не как мятежный князь, а как такой драконоподобный монстр типа Тифона, вот, значит, греческих мифов, то есть прямо вот идеальное воплощение всей этой вот сихотонических сил, с которыми положено бороться мифологическим героем. Помимо этого, значит, он считается придумавшим огромное количество всего, в частности считается, что он изобрел топор, ступку, лук и стрелы, одежду и обувь, научил людей отливать колокола и треножники, то есть здесь и появление бронзы, видите, они относили к очень давним временам, хотя она появилась совсем не так давно, мы с вами это скоро увидим. Также он научил их рыть колодцы, изготавливать телеги, колесницы и лодки, некоторые музыкальные инструменты, например, барабан. Поскольку барабан связан с военным делом, ударами барабана отдавали указы, приказы править полководца во время сражения, поэтому это вот понятно, что это он должен был придумать. Также считается, что он открыл многие лекарственные растения, и к нему возводится самый древний трактат китайской медицины, Хуанди Нэйдзин, трактат «Желтого императора о внутреннем», он написан гораздо позже, где-то там в III-I веках до н.э. Но все, что хотели, значит, сделать привлекательным, это нужно было назвать в честь Хуанди, это тогда сразу работало. Также он был окружен такими же талантливыми соратниками, в частности, мы уже с вами говорили про его жену Лейдзу, которая, значит, поняла, как нужно добывать шелк. Также у него был министр Цханзе, который изобрел иероглифическое письмо, и вот он даже в этом плане более популярен как создатель письма, чем Фуси. У него было четыре глаза, да, вверх и вниз смотрели. Также один из его министров, Дукхан, как считается, изобрел вино, что тоже вещь невредная. В итоге, после долгого и мудрого правления, Хуанди якобы единственным из китайских правителей вознесся на небо, потому что за ним прислали дракона, и потом многие пытались это повторить, но ни у кого это не получилось. В дальнейшем Хуанди играл очень большую роль сразу в многих областях. Например, в II-I веках до н.э. существовал очень популярный тогда такой политический извод даосизма, который назывался Хуан Лао Све, то есть учение Хуанди и Лао Цзе. Здесь Хуанди тоже, конечно, пристегивался просто для авторитета, но это показывает тенденцию. Также очень рано стала распространяться версия, что от Хуанди идут все китайские фамилии, что почти все китайские фамилии, они происходят от одного из его многочисленных сыновей, и от этого возникла подворка Хуанди-Джи Сонь, то есть внуки Хуанди, так очень рано стали характеризовать всех китайцев. И сейчас это тоже популярно. Вот когда китаец говорит о себе в таком самом высоком обобщающем ключе, то вот он может себя вполне характеризовать как внук Хуанди. Это объединяет жителей самых разных провинций. При этом на самом деле не исключено, что сам образ Хуанди восходит к государственному культу одного из джоуских царств, царства Цинь, который потом стал первой империей. Мы знаем, что их государственный культ состоял из поклонения пяти императорам по сторонам света, они были разного цвета, и главным из них был император Центр, который был как раз желтый, ему приносились жертвы. И мавзолей Хуанди стоит как раз примерно в тех местах, где должно было бы находиться это главное святилище, это действительно районы, которым управляло царство Цинь. Мавзолей этот существует и сейчас. И вот, в частности, там были возможны всякие удивительные вещи, например, стеллы, написанные рукой Ченкайши, которая, значит, не была уничтожена даже во времена, когда правил Мао Цзэдун. Более того, так сложилось, что этот мавзолей находился долгое время под контролем коммунистической партии даже во время гражданской войны рядом с городом Янань, где находилась столица так называемого особого района Китая. И мало того, что мавзолей этот не был закрыт, при ЦК даже был отдельный человек, который был ответственный за то, чтобы этот мавзолей ни в чем не нуждался. Существует он и сейчас. И в 61-м году, когда составлялся реестр культурного наследия Китая, то он был внесен туда под номером один, хотя он далеко не самый... Ну, вы, наверное, представляете, сколько в Китае всяких древностей и драгоценностей. Это далеко не самая ценная штука, тем более, что подлинных древних вещей там, конечно, нет совсем. Тем не менее, он там стоит под номером один. И это совпадение, как надо сказать, не думаю. Это действительно показывает очень большую роль Хуан Ди в представлении китайцев, собственно, о том, как возникла их страна и их цивилизация. Это вот такая абсолютно ключевая фигура, хотя совсем не исключено, что он возник из одного из локальных культов вот этого божества-центра с четырьмя лицами, которые, значит, можно смотреть во все стороны и только потом превратился вот в такого культурного героя, которому удобно себя возводить. Следующим обычно в списке пяти императоров указывается очень странное существо Шао-Хао, который к Хуан Ди никакого отношения не имеет, но правил он где-то на востоке. Известно про него, что чиновники у него носили наименование хищных птиц, а может быть, и были птицами, может быть, он и сам был птицей, и странен он тем, что к нему возводят свой род почти все описанные в древних памятниках всякие чудовища, там типа какого-нибудь крылатого тигра Цюн-Ци, который ест только порядочных людей. Это очень странно, потому что в мифологии так не может быть. В мифологии положительный герой, который за человечество, он не может иметь родство с вот этими хтоническими чудищами, которые мешают человечеству жить, поэтому это, видимо, как раз явный пример неудачной инкорпорации какого-то даже, видимо, как раз отрицательного божества какого-то из соседних народов, может быть, насельников Шаньдуна, потому что это все связано с восточными И. Вот, может быть, у них было какое-то неприятное божество, которое потом, когда все это сливалось в единую систему, попало и заняло совершенно для себя ненужное место. Следующим обычно упоминается внук Хуан Ди Джуан Сюй, который первый вроде бы стал использовать титул Ди, а также при нем были перерезаны дороги между небом и землей, которые до этого существовали, но, как написано, значит, там какая-то домохозяйка, налепив пельмени, потом, значит, с грязными руками полезла на небо, ну и после этого все прекратилось. Но вообще с Джуан Сюй у нас начинается очень заметный процесс все больше и больше антропоморфизации вот этих вот правителей, потому что в них все меньше и меньше таких сказочных черт, и наоборот, они действительно могут быть отражениями рассказов про каких-то исторических правителей, в этом нет ничего удивительного. Например, следующий правитель, Гао Синь, может быть связан с какими-то культами государства Шан, потому что имя его построено по правилам, по которым создавались посмертные имена шанским ванам, и он также, мавзолей его находится где-то неподалеку от таких шанских коренных земель в этих местах, и есть какие-то смутные рассказы про то, что он где-то в окрестностях шанской столицы, значит, там пахал на слонах, то есть тоже такое вот божество земледелия, в нем, в общем, можно угадать, но никаких таких особенных, особенных интересных моментов про него нет. Его сын Диджи оказался правителем плохим, поэтому был сановниками от власти отстранен, и вместо него на престол взошел его младший брат, которого звали Яо, или Тхан Яо, который воплощает в себе, с одной стороны, в нем нет ничего чудесного, он абсолютный человек, а с другой стороны, это максимально близко к образу идеального правителя, который потом часто транслировался всякого рода сановниками для воплощения и для повторения императором всех самых разных эпох, в чем же у него было хорошее? Во-первых, он был крайне бережлив, и максимально подробно описывается, как он, у него, значит, в императорском охотничьем парке могли кто хошь охотиться, в прудах могли ловить рыбу тоже кто хочет, он не строил для себя никаких дворцов, он носил одежду, которую наткала ему его жена, ел то, что сам, значит, вырастил на своем поле, максимально себя, максимально никак не обременял своих подданных. Более того, именно на примере Яо обычно иллюстрировалась такая идея, как то, что идеальный правитель должен быть максимально бездеятельным, то есть он не должен лезть ни в какие конкретные дела, там, войны, налоги и так далее, потому что главная задача правителя – это быть каналом между небом и землей. Это сформировалась идея несколько позже, но в дальнейшем она всегда считалась, появившись очень давно и как раз такой главной в китайской политической картине мира, что главная задача сына неба, Вана, в дальнейшем императора, это связывать небо и землю, поскольку он единственный может это сделать. Именно через него небо не спосылает вниз такую благую силу Д, которая в современном языке этот Д переводится как добродетель или мораль, но тогда это была именно такая мана, которая вот дается правителю, и он с ее помощью ну вот делает буквально все, да, вот на тех территориях, куда дотягивается его вот эта вот самая магическая сила, куда она ее распространяет и манирует, весна сменяет зиму, дожди идут когда надо, река разливается куда надо, злаки растут, рыба там плещется, люди рожают детей, не приходит эпидемия. То есть вот благодаря этому, вы понимаете, это неизмеримо более важно, чем какие-то налоги или войны, потому что это просто создание мира ежесекундное, да, что вот если не будет правителя, который манирует эту силу Д, то солнце не взойдет, понимаете. Причем надо сказать, что в Китае это ощущение было даже подкреплено такими реальными наблюдениями, потому что вот эта долина Хуанхэ, в которой все это происходило, она действительно сильно отличается от всего, что есть вокруг. Ну, с востока, понятно, море, с севера степи, да, где живут эти овцы-пасы, и так люди жить не должны, да, у них нет домов, у них нет полей, у них нет городов, это вообще не жизнь, а какой-то ад. С юга у нас, значит, болото, малярия и все такое, тоже там живут очень странные люди, которых, конечно, тоже людьми назвать, наверное, нельзя. С запада у нас горы и пустыни, и это тоже, значит, то есть у нас вот есть как бы крохотный район, в котором можно жить, и очень долго ведь китайцы не имели представления о том, что существуют другие цивилизации, у которых тоже есть там императоры, города и прочее. У нас первый зафиксированный контакт, это опять же второй век до нашей эры, когда вся уже голова у них была сформирована окончательно, и поэтому вот идея, что это все держится только потому, что есть посередине сын неба, который вот своей этой маной это все удерживает и заставляет работать, эта идея не казалась странной, она была просто вот туда, очевидно же, что солнце вращается вокруг Земли, достаточно выйти на улицу и посмотреть, да, вот оно там уходит. Вот это ровно то же самое. Соответственно, вот эта идея, что все это, значит, от того, что император или правитель какой-то, самый главный сын неба должен это обеспечивать, это действительно казалось самым важным и потом транслировалось многократно всякой бюрократии, говорю, ну зачем вы опять лезете куда-то? Вы должны быть ритуально чисты, чтобы небо было вами довольным, чтобы оно давало вам больше силы Д, чтобы вы больше могли, значит, большую территорию удерживать вот в этом вот пригодном для жизни пространстве. Здесь Яо был всегда, собственно говоря, главным образцом. Между прочим, именно во времена правления Яо происходили множество других событий, описанных в китайской мифологии. Например, жил такой знаменитый герой, наверное, единственный такой, сходный с греческими героями, Хоуи, стрелок И, который, в частности, известен тем, что как-то он спас землю, поскольку как-то однажды утром на небо взошло девять солнц, и стал, значит, ужасный жар, все иссушать, там все горело и прочее. Вот нашли стрелка И, который стал сбивать эти солнца, они были такими воронами солнечными, он их, значит, из лука стал сбивать одно за другим, и чуть был не сбил последнее, поскольку уже вошел как бы в темп, и его успели толкнуть под руку, значит, стрела пролетела мимо, но тем не менее, значит, он всех спас. Также про него рассказывают, про то, что как-то он отправился на запад к богине запада Сиванму с надобьем бессмертия, и дальше события, так сказать, варианты расходятся. Либо некоторые говорят, что он принес две порции и сказал своей жене, смотри, если, значит, выпить одну порцию, то будешь жить вечно, если выпить две порции, то тогда можешь вознестись и жить хоть на Луне. И она, ей захотелось, естественно, до этого он выпил две порции и сбежала на Луну. Это вот лунная богиня Чханэ, которую там можно наблюдать, она там живет. Она там от него спряталась. Понятно, потому что он был недоволен. Есть такая более билетричная версия о том, что, значит, он в это время как раз планировал захватить власть, и вообще был такой тиран, который всех угнетал, и она решила спасти всех от него и выпила, значит, эту пилюру бессмертия, и он не стал бессмертным. Таким образом, власть его прервалась, но ей пришлось вот бежать от него на Луну. Так или иначе, именно Чханэ посвящен очень популярный в Китае праздник середины осени, который обычно приходится на середину октября, и в это время все, значит, любуются Луной и дарят друг другу такие лунные пряники, йойбины, со всякими иногда неаппетитными начинками, но, тем не менее, это один из главных праздников, связанных с этим лунным культом. Возвращаясь к Яо, надо сказать, что, несмотря на то, что действительно все его описывают как замечательного правителя, но в конце его правления начался потоп. Потоп этот был не такой, как в Библии, он не был такой прям глобальный, но воды стало много, количество земли, пригодной для жизни, резко сократилось, соответственно, людям стало тесно, голодно, звери покидали, места своего обитания приходили, значит, есть людей, и все это было очень некомфортно. А главное было понятно для Яо, что раз это происходит, значит, небо им недовольно, поскольку мы с вами уже говорили, что любая катастрофа, любые природные катаклизмы трактовались однозначно либо как знак недовольства небоправителям, либо как, хотя бы, предупреждение. У нас были потом замечательные тексты, которые подробно описывали, какие природные явления, на что указывают. Значит, если засуха, значит, у нас правитель, я уже не помню, там, слишком жестокий, если наводнение слишком похотливое. Мы все могли узнать про правителя, просто посмотрев, значит, за окно, и какая там у нас варианты непогоды есть. Соответственно, было понятно, что потоп не бывает просто так, и Яо изо всех сил пытался с ним справиться, в частности, он послал своего доверенного советника Гуня с ним бороться, тот строил дамбы, но дамбы все время размывало, поэтому ничего не получалось, и стало понятно, что нужно кому-то власть отдать. Видимо, небо хочет, чтобы кто-то правил вместо Яо. У него был собственный сын Даньчжу, но он был какой-то никчемушный. Яо, есть легенда, что Яо для того, чтобы его наставить на путь правителя, придумал Вейти, это то, что сейчас у нас известно под японским именем Го, да, вот эти вот облавные шашки, вот якобы такая одна из очень популярных с древности в Китае настольных игр, что вот Яо их придумал для сына, чтобы, значит, у него развивать голову, но это очень как раз, как всегда в таких случаях бывает, привело только к тому, что он просто перестал, что бы то ни было делать, только все время играл в эти, значит, в Эйти, и стало понятно, что совсем никакого толку от него не будет. И тут ему посоветовали некого подданного его, которого звали Шунь. Вот он, значит, малоотличим на вот этом ханьском рельефе, но это другой человек. Соответственно, Шунь был знаменит тем, что ему крайне не повезло в жизни. У него была очень неприятная семья, у него был слепой и порочный отец, сварливая мать, заносчивый младший брат, и они были так раздражены его добродетели, что пытались его постоянно извести. И это у них мало того не получалось, он еще все время умудрялся избежать неприятностей, никак их не оскорбив и не укорив. В частности, замечательная история, ему стало известно, что они планируют его напоить, потом бросить в колодец и засыпать сверху землей. И он действительно сделал вид, что он напился, они его бросили в колодец, засыпали землей, но у него заранее был подготовлен туннель, чтобы из этого колодца выбраться невредимым. И он ни слова им не сказал, потому что это же родители, как же ты будешь им что-то говорить? Вот такой ангелический человек, потом, когда все-таки он родителей немножко от них переехал и поставил где-то хижину, через три года вокруг этой хижины образовался огромный город. И это показывало, что он вот обладает, вот тоже небо что-то явно ему передает тоже немножко этой силой Д, и он, значит, необычный человек. В качестве, значит, финального испытания Яо выдал за него замуж двух дочерей, это сильно отличается от наших сказок, где, значит, царевна – это награда, а здесь царевна – это, наоборот, испытание. И он, несмотря на то, что был женат на царских дочках, он все равно сам пахал свое поле, и дочек этих через пару лет сделал идеальными женами. Они, видимо, были, в общем, не подарком, надо так понимать. И после этого Яо действительно передал ему трон и стал править Шунь, хотя, на самом деле, есть версия такая немножко, которая, видимо, не очень была популярна, что, на самом деле, Шунь его сверг. Вообще, надо сказать, почти про все вот эти такие добрые истории в федеральной китайской мифологии обычно есть варианты альтернативные, да, что вот не сам ушел, а сверг, или там не умер, а убили. То есть это, то ли это было какое-то такое антиконфуцианское движение, когда пытались рассказать, что, значит, история была совсем не такой уж моральной, как она была, на самом деле все было жестоко, как и в наши дни, но так или иначе вот такие альтернативные версии мифа, они тоже у нас в источниках зафиксированы. Неизвестно, как бы, они, может быть, ничуть не более правильные, просто, видимо, часть тех, кто создавали вот эту систему, пытались показать историю как такую вот морализаторскую, а часть, наоборот, как вот «Игру престолов», чтобы, значит, как вот все максимально жестоко, чтобы никто не думал, что там в древности было лучше, чем при нас. Тут и та, и другая задача, они имеют свои, значит, интересные моменты. Соответственно, Шунь обычно в описаниях совершенно неотличим от «я», он тоже такой же скромный, бережливый и так далее, гуманный, у него было по два зрачка в глазу, но это, в общем, немного, мы видели с вами посерьезнее. Из симпатичного некоторые музыкальные мелодии возводятся к правлению Шуня, у него был такой крокодил, который, значит, по его приказу уложился на спину и бил себя хвостом и лапами по животу, и это вот была самая первая ритуальная мелодия. Я считаю, что это заодно это стоит любить всех этих людей. Тем не менее, несмотря на все его достижения, потоп никуда не делся, он казнил Гуня за, так сказать, то, что дамбы не помогали, и это выглядит, с одной стороны, немножко странно, но если покопаться поглубже, становится, можно найти, что Гунь был такой рыбой-оборотнем и вообще, видимо, божеством воды, тогда, конечно, все это можно трактовать как некую попытку в жертвоприношении стихии воды. Так или иначе, потопом начал заниматься сын Гуня, которого звали Юй, и он, с одной стороны, часто описывается как такой просто работяга, который, в отличие от отца, не копал дамбы, значит, не строил дамбы, а копал канавы, по которым, в итоге, вся эта вода сошла, но есть более замечательные версии, что, на самом деле, он, по крайней мере, когда работал, превращался в такое нечто идеально приспособленное для рытья, такое нечто среднее между кротом и медведкой, и, собственно говоря, он не столько надзирал за работами, сколько сам, собственно говоря, прокопал все эти каналы, а каналы это ни много ни мало все эти современные реки, которые мы сейчас видим, Хуанхэ, и вообще вот вся физическая география Китая, про которую мы с вами говорили, ее просто лично создал Великий Юй, значит, выкопал реки, насыпал горы и разделил страну на девять областей, в общем, создал тот Китай, который мы с вами видим сейчас. Соответственно, естественно, после того, что он сделал, было понятно, что невозможно не передать ему престол, поскольку сам факт того, что он справился с потопом, говорит о том, что небо к нему благоволит, и он зашел на престол, известен как Великий Юй, но он, как ни странно, несмотря на огромное количество сказочных черт в его облике, он не один из пяти этих самых легендарных правителей, а он основатель якобы первого китайского государства, которое называется Ся, и якобы существовало, существовало якобы то ли с 2205-го до 1767-го до нашей эры, то ли несколько позже, там ее кончают 1600-м годом по самым, значит, последним, по самым последним хронологиям, но это мы с вами сейчас, значит, к этому еще немножечко вернемся. Соответственно, если подводить итоги с этими, с нашими с вами мифологическими императорами, во-первых, еще раз подчеркнем, что это картина строгая, более-менее, которая сделана из картины принципиально хаотичной, и это было нелегко, во-вторых, тут довольно несложно выделить всякие локальные группы, мы уже говорили про то, что Дзик Ху, возможно, с Джоан Сюем относится к шанским культам, вот Яу и Шунь тоже однозначно это какая-то одна вот такая фольклорная традиция, но они не очень связаны один с другим, то есть это как раз показывает, что это все собрано из маленьких кусочков, и, наконец, они по-прежнему играют очень большую роль в китайском самосознании, их мавзолеи почитаем, и туда приходит огромное количество народу, и их роль как таких вот создателей самого древнего пласта китайской культуры, от которой идут все остальные, она самая главная, поэтому сейчас очень легко встретить им там памятники, китайские ученые, многие, не самые лучшие, занимаются попыткой найти археологические культуры, которые были бы связаны с периодом Шейнуна, периодом Хуанди и так далее, это, к сожалению, поддерживается на очень высоком, даже научном уровне, потому что вот недавно умерший замечательный ученый Ли Сюэй Цинь, который был такой главный китайский специалист по древности, он говорил так, что вот критиковать легко, а это мы не должны так делать. Если есть такие рассказы, значит, что-то было, и мы, как ученые, должны не отметать их с порога, а пытаться их встроить в нашу картину мира, найти подтверждение этому. Это, конечно, абсолютно ненаучный подход, но вот так это сейчас работает, поэтому в музеях вы можете вполне встретить иногда какую-нибудь археологическую культуру, где будет в скобочках написано иногда со знаком вопроса, иногда нет, там, время Шэньнуна или время Хуанди, надо быть к этому готовым. И, на самом деле, конечно, ярче всего вот эта вот особенность современной китайской науки видна в ситуации с государством Ся, про которую мы сейчас, собственно говоря, и поговорим. Соответственно, в современных китайских учебниках можно прочесть, что китайская история начинается с государства Ся, который, я говорю, либо существовал с 2205-го по 1767-й, либо с 2070-го по 1600-й, то есть где-то 21-й тире какой-то получается 17-й век до нашей эры. Точность дат здесь сразу скажу. В общем, можно и нужно иметь в виду ровно так же, как точность даты правления какого-нибудь Шэньнуна, но тут зато у нас есть даже печать комиссии по хронологии древности, которая недавно, значит, в Китае пять лет заседала, и государство Ся официально признало исторической эпохой. Что мы про нее знаем? Соответственно, существовало оно якобы в центре и на западе провинции Хэнани, на юге провинции Шаньси, и вот про что никогда особо не было никаких сомнений у китайцев в существовании, так это Ся. Про них есть в древнекитайской литературе порядка 80 упоминаний, причем таких, знаете, Конфуций говорил, что во время Ся для преддворья использовали белых лошадей, или рыжих, я сейчас не суть, или там всем известно, что при Ся календарь был такой-то, или там сяские жертвоприношения были такие-то, то есть, в общем, даже такие детали, которые, ну, казалось бы, значит, действительно очень много чего известно. Более того, с середины первого тысячелетия до нашей эры, Ся стала восприниматься тоже крайне, как крайне важный период китайской истории, в частности, среди многих терминов, которые были призваны показать общность китайцев, несмотря на разделенность их тогда на множество княжеств, был термин Хуася, или Джуся, то есть, Цветущиеся, или Всеся, то есть, вот это Ся-сцы, как наше общее самоназвание, все мои потомки Ся, это стало очень важной частью уже тогда самосознания, и почти во всех китайских тогдашних текстах, философских, околофилософских, это все дело фигурирует. Проблема только в том, что самые ранние упоминания Ся относятся как раз к тому времени, когда вот эти все тексты с 80-ю упоминаниями или с рассказами, значит, о лошадях и прочем, они, все это относится примерно к VI-V веку до нашей эры, а до того, вот теоретически с XVII до VI, то есть, на прощение, тысячи лет, не то, что нет ни одного упоминания о государстве Ся, причем даже, скажем, в шанских текстах, хотя шансы, вроде как, уничтожили сястцев и должны были бы про это что-то писать, ни единого слова. Более того, даже сам иероглиф Ся, который сейчас также означает лето, как сезон, он тоже появляется приблизительно в VI-V веке до нашей эры, до этого просто не было такого иероглифа, потому что китайский год тогда делился, как они считали, на два, на два периода, весна и осень, а вот зима и лето просто не было, они добавились позже. То есть, даже иероглиф появляется на тысячу лет позже, чем государство, которое теоретически так называлось. Это довольно странно. И поэтому в 20-х годах 20-го века замечательный китайский историк Гудзи Ган первый написал несколько крупных работ, в которых доказал, что государство Ся нельзя считать таким же, как более поздние, потому что не существует никаких не то что синхронных, но даже чуть-чуть позже написанных источников, в которых про это государство что-нибудь говорил. Соответственно, мы с точки зрения науки должны считать это государство постнословным или мифологическим. Чуть позже еще один замечательный историк, Чэнь Мэн Зя, которого потом во время культурной революции довели до самоубийства, очень убедительно доказал, что вся история государства Ся, которая нам известна по традиционным летописям, это редупликация истории более позднего государства Шан. Редупликация, термин, который сейчас любят фоменковцы, например, это когда мы берем период и его рассказываем близко к тексту, но помещаем это в другое время. Вот это как раз ровно тот самый случай. Очень многое действительно совпадает. На самом деле никакого Ся не было, по крайней мере, мы абсолютно не имеем никаких шансов что-то про него доподлинно узнать, потому что когда у вас вся информация появляется через тысячу лет после конца этого периода, считать, что она правильна, это, в общем, довольно оптимистично. Тем не менее, хотя на Западе действительно это было воспринято очень благосклонно и действительно все, практически все западные китаеведы считают, что государство Ся это государство баснословное, которое надо, по крайней мере, если упоминать, то за знаком вопроса или там так называемое и прочее, и прочее. В Китае это не привелось, поскольку времена работы Гудзигана это время, как мы уже с вами говорили, национального подъема, национального возрождения, когда сутью науки об древности считалось удревление китайской истории, а никак не наоборот. Поэтому вот эта абсолютно доказанная позиция Гудзигана совершенно не была никак принята и понята. И за это его, кстати, значит, убить не убили, но шельмовали всю жизнь. И в итоге современная китайская наука здесь абсолютно никак не солидарна с китаеведением западным. Ся есть во всех учебниках, без всяких знаков вопроса. И вот в начале 2000-х годов была собрана огромная комиссия, в которую входил сейчас Лис Витинь, про которую мы с вами сегодня говорили, которая не только не поставила под сомнение историчность ся, но даже дала ей точные хронологические рамки, хотя ровно никаких оснований для этого у нас нет. Тем не менее, несмотря на то, что государства такого с точки зрения исторической науки не было, мы вполне уверены, что в это время на долине Хуанхэ уже были, было государства или несколько, которые, ну, не государственные, как сказать, объединения, да, такие политеи, которые могут, можно считать как минимум раннегосударственными образованиями, мы их видим археологически. Какие основные претенденты на эту роль, а вернее, что мы видим, да, потому что мы видим сразу несколько кусочков, которые здесь вполне подходят. Например, недалеко от Лаяна находилось поселение Ванвань-3, которое одно из поселений Хэнаньского Луншаня, оно существовало в 2600-2000 годах до нашей эры, то есть даже раньше, чем вот это гипотетическое ся, охватывает эта культура Хэнань и юг Шэньси, не совсем совпадает, но, в общем, близко. Там несколько локальных вариантов, у них неплохое земледелие, много инструментов из раковин, а раковины оттуда там тысяча за полторы километров, то есть это значит, была какая-то торговля, это неплохо, а главное, что характерно для вот этой культуры Ванвань-3, это небольшие земляные крепости, такие 90 на 90 метров, которые, почему они важны? Дело в том, что китайская технология постройки стен, она очень древняя, практически не меняется до сих пор, и у нее есть очень много плюсов. Это технология, технология утрамбованной земли, которая представляет собой следующую методику, выкапывается ров по размеру будущей стены, и дальше начинают туда накладывать глину, посыпают песком, трамбуют трамбовками, следующий слой, там 3-4 сантиметра, полсантиметра песка и дальше. Когда это выходит выше уровня земли, то строят опалубки деревянные и дальше продолжается. В итоге у нас с вами получается стена практически вечная, если за ней минимально ухаживать, она может стоять тысячелетиями, очень многие древнекитайские стены, мы с вами об этом будем говорить, они стоят и сейчас, городские стены вот таким способом изготавливаются. Те же самые крепости вот этой Ван Вань-3, они вполне, им там 2-3 метра в высоту эти стены составляют и сейчас. Во-вторых, эти стены оказались крайне выгодными с точки зрения испытания временем и техническим прогрессом. Если, как вы знаете, в Европе фортификацию пришлось менять и после появления огнестрельного оружия от всяких деревянных стен или красивых каменных замков пришлось отказаться и строить земляные укрепления, которые не пробивают пушки, то в Китае этого делать не пришлось, поскольку если у вас стена 7-6 метров толщиной из утрамбованной земли, то если появляются пушки, тем хуже пушкам, потому что они все ничего не могут сделать. И когда у нас есть описание штурма китайских городов европейскими армиями в конце 19 века, то несмотря на то, что это были города построенные сотни лет назад, а пушки были новейшие, они не могли сделать ничего. То есть они могли только разрушить какие-то постройки сверху стен и там снести каких-нибудь защитников, которые там наверху бегают, пробить стену, сделать пролом, в который идет атакующая колонна, в Китае было практически никогда невозможно. То есть вот эта технология утрамбованной земли позволила создавать стены, которые работали как до создания огнестрельного оружия, так и после. Это совершенно не пришлось ничего менять, и делать что-то новое. Третье плюс такой технологии это то, что для этого не нужны никакие квалифицированные рабочие инженеры, потому что, да, чтобы построить Каркасон, вам нужно квалифицированные каменотесы и зодчие, которые покажут, как складывать камни так, чтобы они не упали. А вот когда вы делаете стену толщиной 6 метров из утрамбованной земли, то как бы вы ни были криворукий человек, у вас не получится ее сделать неправильно. Она все равно будет нормальной и будет стоять. Поэтому здесь тоже не нужна никакая квалифицированная рабочая сила, но есть один минус. И это самый главный минус. Это крайне трудоемкая работа. Сейчас подсчитано, что один человек за рабочий день трамбует приблизительно одну десятую кубометра вот этого, значит, сооружения. А, например, вот эта маленькая крепость 90 на 90 метров, она, если посчитать, сколько там кубометров, то получится, что это нужно больше 32 тысяч человек и дней. Ну, то есть, если один человек, то ему понадобится 32 тысячи дней, а если вы их туда пригоните тысячу человек, то все равно с них нужно будет, они справятся за, соответственно, за 32 рабочих дня, но это же надо тысячу человек пригнать. Соответственно, когда мы находим даже такую маленькую крепость, это показывает, что это уже общество, которое может выделить на какой-то момент большое количество людей, которые будут освобождены от земледельческого труда, которых будут кормить остальные и которых кто-то заставил или уговорил, по крайней мере, вот эту крепость построить и отвлечься от своих дел. Это значит, что уже есть некая иерархия, некая общественная организация, которая, по крайней мере, близка к раннегосударственным. Второе археологическое имя, которое часто связывают с раннегосударственными образованиями на севере в долине Хуанхэ, это культура Таосы. На юге и юго-западе провинции Шанси 2500-1900 до н.э. Главное поселение это крупный, порядка 300 гектар, густонаселенный район с дорогами, колодцами, домами, причем, судя по всему, застроенный не хаотично, а по заранее разработанному плану, то есть кто-то его разрабатывал, мог заставить людей этому плану следовать. Там довольно хороший уровень земледелия, поселение существовало долго, то есть они умели все это, значит, продуктивно выращивать, хорошее ремесло. По могилам заметно имущественное расслоение, то есть там 10% могил, 3 на 2 метра с деревянными гробами, инвентарь порядка 200 предметов, и даже яшма, то есть нефрит, и это только мужчины. Еще 10% могилы поменьше, там 20 предметов инвентарь, они обычно находятся по бокам от крупных могил, то есть это условно какой-то, князь и какие-то приближенные, и, наконец, остальные 80% могил без всякого инвентаря и без гробов, то есть это все остальные люди. Иерархия – это важно, потому что где иерархия, там скоро может появиться государство. Интересно, что часть изделий изготавливалась специально для погребений, и из-за того, что находят в могилах, например, для Таосы характерен вот такой вот орнамент в виде свернувшегося дракона, но вы представляете себе, какую роль в Китае играет дракон, поэтому, конечно, когда мы видим в таких древних штуках вот такие вещи, которые мы легко понимаем из того, что мы знаем про Китай потом, это стоит довольно дорогого. Также у Таосы найдено небольшое количество медных изделий, это колокольчики, а металл – это тоже очень важный маркер высокоразвитого общества, возможно, государства. Поэтому здесь, конечно, это только самое начало. Мы с вами говорили про культуру Тидзя, где тоже там начинается меть этого недостаточно, чтобы говорить про государство. Но все это в совокупности показывает, что это стабильно иерархизированное поселение, как минимум. Это уже довольно трудно отделять от раннегосударственного этапа. Также в традиционной топонимике, то есть крестьяне, которые там жили рядом, традиционно эта местность называли Ся-Сюи, что значит «руины Ся», а в Китае вот такие вот исторические топонимики, мы потом с вами увидим, она иногда оказывается правой. Наконец, третий и самый главный, так сказать, памятник вот этого раннегосударственного периода, который китайскими учеными абсолютно сто процентов ставит знак равенства между этой культурой и государством Ся, это культура Эрлидхоу. Мы с вами про нее говорили уже несколько раз. Культура эта охватывала центр и запад Хэнани и юг Шаньси и датируется 1900-1500 годами, иногда 1750-1530. То есть это прямо пугающее совпадение с тем, что у нас традиционные летописи говорят про государство Ся, настолько пугающее, что я даже склонен, может быть, видеть здесь некоторую подгонку. Сам памятник был обнаружен в 1959 году, и памятник этот крайне интересен. На пике это практически город с более чем 20-тысячным населением, в котором, в частности, обнаружен вот такой вот условно называемый дворцовый комплекс. это очень крупное сооружение, вот почти прямоугольная стена, 107 на 99 метров, это порядка 10 тысяч квадратных метров площадь, но для понимания футбольное поле 7104 квадратных метров, то есть это полтора футбольных поля. посередине там стояло крупное здание на платформе из утрамбованной земли, 36 на 25 метров, 900 квадратных метров площадь, вот такой вот то ли дворец, то ли храм. Видите, он реконструируется как вот с такой столбовой конструкцией с четырехскатной крышей, и все это было окружено стенами, с воротами в южной части, ориентировано все это на юг. Это очень похоже на практически любой более поздний китайский дворцовый или храмовый комплекс вот с этой ориентацией север-юг, и даже если это не дворец, например, а храм, это в общем не меняет ситуацию, может, чтобы такое построить, нужно иметь очень большие ресурсы и очень большие возможности по заставлению людей что-то делать. Чуть-чуть восточнее от него находился комплекс поменьше, 73 на 58 метров, порядка 4000 квадратных метров площадью, главное здание 33 на 13, и тоже структура такая же ориентирована на юг, но вот обычно считается, что это дворец, а то храм. Ну, могло быть ровно наоборот, или оба храма, тут мы ничего не знаем, но как бы картинка говорит сама за себя, такого до этого мы нигде не видим. Более того, для Эрлитхоу характерна первая по-настоящему хорошая бронза, вот такие вот, это сосуд для вина, мы с вами такие формы в лучшем виде потом увидим в более позднее время. Очевидно, что здесь ремесло уже отделено от земледелия, потому что непрофессионал такого не сделает. Визитной карточкой эрлитхоуского искусства является инкрустация бронзой. Вот, например, такая вот брошь-пластина из двухсот кусочков бирюзы, подобранной, значит, вот по оттенкам. И здесь, на самом деле, сами даже такие детали орнамента, они потом проявятся, скажем, в шанском искусстве. Здесь легко видеть некую единую линию. В 2002 году был найден такой главный хит эрлитхоуского искусства. Это бирюзовый дракон, который состоит из более чем двух тысяч кусочков бирюзы различной формы. Каждый кусочек был от двух до девяти миллиметров в ширину и в толщину в один миллиметр. То есть такие чешуйки бирюзовые. Он был на древесной основе. Древесная основа, естественно, сгнила, но там вынули весь этот блок глины, в котором был найден, и потом все это расчистили и собрали обратно. Он длиной порядка 70 сантиметров и был найден в могиле мужчины порядка 35 лет возраста. Он лежал где-то рядом с правой рукой. То есть это был то ли жезл, то ли какой-то посох вот такой специфический. В общем, что-то такое очень красивое и, конечно, понятно, очень высокое качество работы. А физиономия у этого дракона, в общем, тоже похожа на то, что мы с вами потом увидим на, например, шанских бронзовых сосудах. На керамике Рлитхоузской найдено довольно много вот таких вот значочков, которые, в общем, можно сравнить с более поздней иероглификой, некоторые. Но, как и в случае с тем, что мы с вами видели до того, когда говорили про Луншайн, например, они везде по одному, их невозможно прочесть и абсолютно непонятно, имели ли они значение для кого-то, кроме кто их нанес. То есть та же самая проблема. Это, кстати, очень большой такой пробел во всей этой замечательной картине Рлитхоу. Во всем остальном это действительно прямо государство. Но вот письменности мы пока никакой не нашли. Ну а тут вот картинка, которую я проморгнул, это к тому, что в Рлитхоу найдено тоже фиксируется большое расслоение по могилам. Самые крупные могилы имеют вот такую характерную для более позднего времен форму. Это такая пирамида, которая вырыта в земле, такая ступенчатая. Видите, там в самом... Потом увидим еще фотографии, я вам еще покажу. В центре там, значит, такая либо впадина, либо просто гроб, значит, с покойником. Под ним иногда тоже вырывалась яма, которая называется Яокханг, то есть поясничная яма, в которую могли положить либо собаку, либо там человека с собакой, чтобы он там, значит, охранял от каких-то злых духов. А так это вот такие ступенечки. На ступеньки часто клались какие-то, так сказать, там инвентарь и прочее. И вот делались такие пандусы, по которым можно было все туда принести и разложить, и потом все это засыпалось, сверху насыпался курган. Это вот такая вот характерная древнекитайская форма. Вот эрлитхоуские могилы самые главные, условно-княжеские, они как раз именно в таком духе. Также для эрлитхоу зафиксировано гадание на плоских костях животных. Это очень важно, и потом мы с вами поймем, почему. Соответственно, подводя итоги, китайские ученые считают, что эрлитхоу – это ся. Некоторые считают, что на самом деле это должно быть уже относиться куда-нибудь к раннешанскому периоду, то есть уже следующему государству, про который мы знаем, достоверно, потому что уж слишком большой разрыв между эрлитхоу и вот этим там Ван Вань Три и Тхаусы. Но на самом деле правильно это трактовать по-другому. Правильно трактовать по-другому, что действительно вот в начале третьего тысячелетия до... третьего тысячелетия до нашей эры в долине Хуанхэ вполне себе нетрудно археологически говорить о ранних государствах или обществах, которые вплотную подошли к этому этапу. Но эрлитхоу – это, конечно, очевидно, раннее государство. Здесь никаких вопросов нет. Может быть, с датировками можно немножко ее сдвинуть туда или сюда, но, в общем, тут никаких сомнений нет. Но при этом абсолютно не надо делать следующий шаг. Вот шаг, который мы говорим, а значит это государство ся, или а значит это может быть государство ся, такой шаг делать не нужно, потому что тот факт, что у нас тысячу лет про государство ся ничего нет, и даже знака такого не существовало, это нужно принимать во внимание. То есть мы можем с одной стороны говорить, что в начале второго тысячелетия до нашей эры у нас в долине Хуанхэн появляются государства, мы не знаем, как их называли, потому что у них не было письменности, и у нас нет про них информации вскоре после этого созданной, но это совершенно не отменяет того, что легенды про государство ся могли быть созданы уже в середине первого тысячелетия до нашей эры, через полторы тысячи лет после всех этих событий. И то и другое будут абсолютно научными доказательствами, никакого, значит, оскорбления китайского народа в этом не будет. Значит, завершая этот кусочек этой нашей лекции, расскажу про совсем недавние находки, которые вообще не вписываются ни в какую китайскую традиционную картину истории. С 2011 года изучают очень... Это вот тоже такая эрлитхоусская жабка. Значит, изучают очень интересный памятник, который называется Шимао. Он находится на юге Ордоса, то есть на практически границе между долиной Хуанхэ и степными регионами. И датируется сейчас 2300-1800, то есть это раньше эрлитхоу заметно. Это огромное, обнесенное стенами городище, гораздо больше, чем все остальное. Это сейчас самое большое восточно-азиатское городище, которое нам известно. Там два обвода стен, толщиной 2,5 метра, обвод внешний периметр 5700 метров, а внутренний 4200. Это сравните с синхронным Ван Вань Три, где у нас 90 на 90. То есть это что там? 360 метров периметра, а здесь там в 20 раз больше сразу. Под воротами найдены человеческие черепа, то есть это строительная жертва, скорее всего. Самое удивительное, там цитадель, которая находится в центре этого городища. она вырезана из природного холма, то есть из холма вырезана ступенчатая пирамида, значит, с 11 ступеньками, 300 метров в диаметре, 70 метров в высоту, и наверху стоит дворец. Все это, значит, обложено камнем. Вот в стенах вот такие каменные личины, совершенно замечательные. Найден нефрит, которого здесь тоже вот есть, который тоже был вставлен в стены, то есть он, значит, защищал, видимо, не только от живых врагов, но и от всяких, значит, каких-то злых духов. И вот с этим вообще непонятно, что делать. Видно, что это очень высокая культура, которая была очень развита как земледелие, так и скотоводство. Но этого не должно быть с точки зрения традиционных китайских летописей, потому что это вообще не регион, где мы можем искать древнекитайскую цивилизацию. Потому что это между, это северная граница вот этой, так сказать, земледельческой зоны, между степью и вот этими более южными земледельческими регионами вдоль Хуанхэ. Что это такое, вообще непонятно, потому что никаких про это рассказов в более поздних летописях нету. И кто это вообще такие? Древние ли это китайцы или вообще какой-то другой народ? Это совсем непонятно. Это, на мой взгляд, очень яркий пример того, что, конечно, школьные учебники в Китае придется переписывать, потому что археология, несмотря на то, что из археологии максимально пытаются сделать орудие подтверждения данных традиционных летописей, она, тем не менее, находит вещи, которые в эти традиционные летописи пока вписать, по крайней мере, не удается. Это, на самом деле, здорово, потому что для этого собственная история и нужна. И закончим мы с вами на том, что все-таки в традиционных летописях у нас кое-что прося есть, и даже несмотря на то, что мы считаем, что это все по басенке, тем не менее, надо представлять, потому что это все-таки в традиционном нарративе есть. Соответственно, первым правителем был великий Юй, который усмиритель потопа. После Юя правители Ся, значит, мельчали и мельчали. И, наконец, пятый из них, которого звали Сян, стал марионеткой в руках жестокого царедворца Ханчжо, который был знаменит тем, что готовил своих врагов на ужин и, наконец, царя, естественно, убил. В это время царица была беременная, она бежала через собачий лаз под стеной, скрылась у родителей, где и родила принца Шаокана, который там рос и мужал, и когда ему было 16 лет, то стало потрачательно трудно скрывать, что он царевич и, значит, достойный наследник престола. Ханчжо про него узнал, к нему были отправлены убийцы, и Шаокану пришлось бежать. И он с большим трудом бежал на север, где некий вождь варваров дал ему дочь в жены и поместье. Вот, может быть, здесь как раз вот этот вождь, значит, у нас правил в Шимао, но тогда, значит, непонятно, кто там был главнее. Соответственно, там к нему стали бежать, как можно сказать, все, кто был недоволен правлением Ханчжо, также про него узнали сановники, верные сановники его отца, которые стали посылать ему деньги, оружие, вообще все накопленное для возрождения законной династии. Таким образом, появилась некая вторая Ся, которая стала все больше и больше брать верх над старым Ся, где правил Ханчжо. Тот, наконец, собрал войск и отправил против Шао Кана армию под командой своих сыновей, но Шао Кан ее разбил и во главе победоносных войск вернулся в столицу отца, где, значит, и воссел на трон предков, Ханчжо покончил с собой и, значит, вся была восстановлена. Кстати, Шао Кан иногда считается человеком, придумавшим вино, причем, как мы говорим про Восточную Азию под вином, надо понимать, естественно, вино из зерна, то есть, скорее, какое-то пиво или брага, но, тем не менее, но здесь это, видим просто созвучие, там мы говорили с вами у Хуан Ди, это был его министр Дук Хан, а здесь Шао Кан, вот это, значит, созвучие приводило к тому, что не было понятно, кто из них это придумал. Шао Кан вообще не похож на человека, который мог придумать вино, он такой довольно суровый правитель, хотя в Китае вообще очень долго мы в образе вина ничего дионисийского не видим, потому что вино использовалось на ритуальных пирах для единения с предками, ничего, опять же, веселого в этом не было, хотя, наверное, они переживают то же самое, что и положено в этой ситуации, переживать, но объясняли это очень серьезно, поэтому ничего такого греческого, только потом уже в развитой древности в средние века вино стали противопоставлять чаю, и вот чай, он, значит, проясняет ум, а вино, наоборот, замутняет и так далее, то есть потом это все постепенно появилось, и идея вина как части дружеской пирушки, но вот такой древности в архаике, вино – это очень серьезная штука, и никакого, ничего такого веселого в нем не может быть. Соответственно, последним правителем Ся 16-ым был некий Дзе, который описывается как конченый психопат и маньяк, но это абсолютно понятно, потому что, как вы понимаете, если мы верим в концепцию, что небо отнимает право на управление, то оно должно иметь на это основание, соответственно, последние правители почти всех династий, они обычно описаны крайне мрачно, и, как ни странно, работало это даже не только в древности, но и до недавнего времени, скажем, императрица Циссии, которая правила всю вторую половину 19-го века и начала 20-го, описана максимально черными красками, не только потому, что она женщина, и ей за это должно было, естественно, прилететь от историков, но и потому, что вскоре после ее смерти империя рухнула, и, соответственно, тут, конечно, опять же, раз последний правитель, то ты должен максимально подходить под этот образ, да, и традиционная историография, еще раз повторюсь, это не про истину, это про создание образа мира, какой он должен быть, да, про назидательность, соответственно, последний правитель обязательно должен быть описан как чудовище, и вот одним из первых таких был как раз Ся Скидзе, который слушался практически только свою красавицу-наложницу Мо Си и развлекался в основном тем, что у него в саду были выкопаны пруды, в которые наливали вино, и, значит, по три тысячи человек сидели по берегам этих прудов, и по команде, значит, должны были опускать туда голову и пить вино, многие, естественно, допивались до того, чтобы эти пруды падали и там тонули, а, значит, Мо Си, глядя на все это, весело смеялась, чем доставляла царю большое удовольствие. Также он, значит, строил высоченные башни, потому что он был гордый и хотел, значит, достать до неба, а также, естественно, это угнетало народ, который не любит строить большие башни, и хорошие правители поэтому не строят большие башни, а он строил. Кончилось это все тем, что вождь одного из подчиненных племен, племени Шан, которого звали Чентан, восстал против него и, разгромив всяскую армию при Мин Цяо, взошел на Ванский престол, основав свое государство Шан. Ну, вот про, значит, соответственно, Шан мы с вами поговорим в следующий раз, и там, к счастью, никаких сомнений в историчности нет, по крайней мере, про последние, значит, века существования, но это мы уже с вами к этому поговорим об этом завтра, ну, не завтра, а через неделю. Значит, чтобы окончательно взорвать вам мозг, скажу, что очень хороший ученый Беквис реконструирует древнее чтение названия Ся как Харья или Арья, то есть Арии, и считает, что идея эта возникла вот почему, что китайцы, особенно северные китайцы в середине первого тысячелетия до нашей эры контактировали с государством народа Юэджи, которые были иранцами, и чьё государство называлось Маха-Ария, да, Великие Арии, что вполне понятно для иранцев. И так им понравился вот этот иранский миф про то, что весь какие-то Великие Арии, что они решили для себя тоже придумать какой-то миф про Ариев, и вот придумали миф про государство Ся. Это пока так думает только он, и я не думаю, что это когда-нибудь станет мейнстримом, но для того, чтобы вы понимали, насколько эта идея сейчас как бы вот обсуждается по-прежнему, и до сих пор непонятно, подкуда эта идея взялась и почему они были названы именно Ся, вот эта версия, на мой взгляд, вам тоже не повредит, хотя я, честно говоря, то есть я вполне ему верю, что это могло читаться как Хария, но то, что это была, значит, попытка тоже сделать для себя арийский миф, мне кажется, это всё-таки чересчур лихо, хотя история, особенно легендарная история, штука такая, чем чёрт не шутит. Ну, собственно говоря, у меня на сегодня всё, в следующий раз, как я уже говорил, мы с вами поговорим про государство Шан, которое гораздо меньше вопросов вызывает, чем всё, про что мы с вами говорили до этих, до сегодняшней лекции, в сегодняшней лекции включительно, а на сегодня, значит, хватит. спасибо, готов ответить на вопросы. Кира Паршина спрашивает, добрый вечер, бабушка говорит за лекцию, и спрашивает, в каком ресурсе можно найти фильмы иллюстрации по древней истории Китая? Ага, спрашивают, на каком ресурсе можно найти фильмы иллюстрации по древней истории Китая? Я, к сожалению, не могу ответить на это как следует, потому что есть некоторое количество ресурсов, где есть всякий материал по Китаю, вот такая, скорее, специальная, скажем, есть сайт синология.ру, где синология пишется через игрока, это сайт нашего отдела Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук, где выложено довольно много материалов, статей и так далее, но это, конечно, не научно популярный контент, ну, в принципе, я с легким сердцем рекомендую Википедию, особенно английскую, потому что она хорошая и там немного ошибок, ее не всегда легко читать, потому что там, конечно, тексты часто пишутся по принципу письма из Простоквашины, когда кто-то пришел и дописал то, что считает нужным, кто-то пришел и дописал то, что считает нужным, в итоге это очень подробно, но никакой структуры там нет, но, тем не менее, там много всякого, значит, визуального контента, ну, а так вот, я не знаю, это все вопросы к центру Архе, вот они из наших лекций они сделают ресурс, мы попадаем у Китая, тогда, значит, будет честь и мы хвала, пока такого ресурса нету. Верси Раши интересуется, почему мифологическая предыстория Китая до сих пор популярна? Культивируют ли ее каким-то образом современные политики и деятели культуры? Если да, то зачем и почему? Значит, вопрос, популярна ли мифологическая история Китая сейчас, если популярна, то кто ее культивирует и зачем? Ну, я, собственно, говорил вам, что да, она популярна, и любой китаец все вот эти имена этих мифических правителей, которых мы с вами сегодня перечисляли, обычно знает, а уж каких-нибудь ключевых, типа Шэнь Нун и Хуандиток просто, значит, наизусть. Почему она популярна? Ну, потому что вот такая вот билетризированная история, а все-таки сейчас это именно не вполне мифологическая история, это именно билетризированная древняя история по мотивам мифологических сюжетов, она, ее легче гораздо и запоминать, и рассказывать, поэтому вообще, когда мы говорим про массовое преподавание истории, всегда гораздо легче рассказывать какие-нибудь анекдоты, рассказы и так далее, чем пытаться давать такую научную картину истории, и это лучше запоминается, поэтому мы с вами говорили же, что в Китае очень хорошо знают историю, но именно вот в форме таких каких-то анекдотических образов, да, и поэтому это, конечно, мифологическая история популярна, потому что ее легче воспринять, чем историю научную, это вполне понятно. Что касается популяризации, то да, ее популяризируют, потому что история в Китае играет большую роль в идеологии, и образ Китая как древнейшей цивилизации очень активно ретранслируется, и здесь, как всегда, конечно, просто нельзя вовремя остановиться, потому что вместо того, чтобы популяризировать историю каких-то жалких, я не знаю, там, трех, значит, с половиной тысяч лет, нам обязательно надо историю пять тысяч лет, хотя эти лишние полторы, они как раз очень вилами на воде писаны, но тут всегда люди, которые занимаются популяризацией истории, вот такие, на уровне идеологии, да, идеологизации истории, а не популяризации даже, они обычно далеки от науки, да, они цифры понимают, если можно про пять тысяч сказать, то мы будем говорить про них, и это, наверное, будет лучше, хотя, на мой взгляд, Китай это как раз та государство, которое абсолютно не нуждается в том, чтобы приписывать себе какие-то лишние века истории, она у них и так самая древняя из продолжающихся поныне, поэтому, ну, это как всегда, когда кто-то что-то использует в идеологических целях, то он редко может остановиться, что бы это ни было, он еще редко может остановиться там, где надо, вот, и все, как-то так. Тоже интересует СМС Раша, есть ли в нашей стране и на Западе сторонники идеи, что СЯ это реальное государство, если да, то есть ли у них какие-то весомые аргументы, или это просто следование китайским коллегам? Есть ли на Западе и в России те, кто считают, что СЯ это реальное государство, есть ли у них какие-то аргументы, или они просто следуют китайским коллегам? Откровенно говоря, из крупных ученых, из заметных ученых я никогда с этим не сталкивался, то есть максимально есть те, которые говорят, что, ну, все-таки, наверное, не надо так с порога отрицать, может быть, эти археологические культуры можно считать как раз археологическим выражением государства СЯ, то есть тут есть люди, которые просто более мягко, так сказать, свою идею формулируют, особенно люди, которые, вот, есть, так сказать, там всякие крупные ученые, которые дружат с Китаем, конечно, им, ну, если вы хотите, чтобы вас в Китай приглашали на лекции, значит, там платили вам деньги, давали премии, хорошими словами вас называли, то вы, конечно, ну, рекомендуется, чтобы вы как-то помягче это все высказывали, и такие люди, конечно, есть, которые вот склонны помягче, значит, формулировать идеи, но даже такие люди все равно все-таки нет таких, которые прямо говорят, нет, вот было действительно и никаких гвоздей, но сейчас, конечно, чем дальше, тем больше китайская точка зрения заметнее, вот сейчас там издаются книжки, например, переводные китайские, которые эту идею транслируют, и с этим, наверное, ничего особенного не сделать, надо просто понимать, как это получилось, и откуда это вообще, как к этому относиться, но нет, я даже, честно говоря, думаю, что может быть, поскольку все-таки чем дальше, тем больше историков получают, даже не китайцев, получают образование в Китае, я думаю, что в какой-то момент мы получим специалистов по древней истории, которые будут, в общем, действительно, вполне искренне ретранслировать эти китайские мнения, но пока я таких, откровенно говоря, не встречал, потому что все-таки здесь с точки зрения западной методологии истории здесь все кристально понятно, и, в общем, никаких особенных дискуссий здесь быть не может, тем более, еще раз говорю, это никак не сокращает историю Китая, просто мы говорим, что те ранние государства, которые были до Шан, у нас нет научных оснований считать, знать, как они назывались, более того, мы даже, может быть, их было несколько, это даже интереснее, чем вот эта одна, но просто мы не знаем, у нас нет никаких возможностей узнать, как они назывались, и поэтому никаких оснований говорить, а пусть, ну, мы не знаем, ну, пусть будет всяк, чувак, трудно, что ли? Я считаю, что это не наука, я вполне могу понять, почему китайские ученые так делают, и как бы, что какие фиги у них в это время в кармане находятся, но нужно, мы, слава богу, пока не там, поэтому можем все это говорить гораздо более четко. Так. Все, да? Присутствующие, им все было понятно и так, да? Ладно. Хорошо, ну, тогда, собственно, вроде бы все, приходите или слушайте в следующий раз, там тоже будут картинки, и будет много интересного, причем более, как сказать, обоснованного, потому что там, чем дальше мы с вами идем, тем больше у нас твердой почвы под ногами. Это, надо сказать, для историков всегда приятно. Субтитры создавал DimaTorzok